Признание в любви ожидалось от Серкана. Селин говорит Серкану, если у нас будет шанс быть вместе, я немедленно покину Феррита, и дает молодому человеку два дня на ответ. В этот момент Серкан сталкивается лицом к лицу с Эдой. После этого все возвращаются к своей жизни. Айдан говорит Селин поговорить и подождать. Ингин идет в офис Серена. Он лжет поверх лжи, чтобы спасти ситуацию, поскольку девушка говорит, что сама работает стажером. Он пытается извиниться перед Ингином Перилом, но не может. С предупреждением Перила Ингин ищет Серен в интернете и понимает, что он наследник, и противостоит девушке. Несмотря на то, что Серен объясняет свою ситуацию, Ингин обижается. Эда, Серен и Серкан также разговаривают с Ингином. На следующий день, несмотря на то, что им ни за чем встречаться, пока Эда ждет Серкана, Серкан извиняется и идет к девушке. Ему приходит в голову идея реставрации особняка. Он не может сказать ей «не уходи», хотя всегда говорит, что это не должно заканчивать. В дом Балатов торгся вредитель. Сейфи дает лекарства. Айдан продолжает ревновать Альптикина к мужчине, который играет учителя гончарного дела. Той ночью Альптикин использовал ошибку как предлог и переспал со своей женой. Секретарь спрашивает, ушла ли девушка и пойдет ли учитель гончарного дела. В подтверждение от месяца состояние теплицы неудовлетворительное. Айфер решает заложить дом. В поисках документа он находит договор о помолвке. Он противостоит Серен. Потом идет кайдан и кричит. Он также сообщает девушкам, которые не знают ситуации, которую они узнали. Он противостоит Эде. Когда он узнает, что договорился с Серканом о школе, то звонит матери и просит у женщины деньги на образование Эды. Серкан делает вид, что кризис, чтобы привести Эду в офис. Он просит Ингина сделать Эде предложение, от которого он не сможет отказаться, но девушка ничего не делает. Лейла говорит ей, что Серкан поедет за границу, поедут два человека. Принимая во внимание, что Серкан сказал «хорошо» в напряженный момент. Эда считает, что отъезд Селин за границу означает, что она не выйдет замуж. Поэтому он думает, что Серкан сказал Селин «да». Ферид снова говорит, перебирая предметы для работы, которую он ранее связал. Мужчины подробно исследовали компанию, они обнаружили, что подпорная стена рухнула, и два человека погибли на участке летнего дома, построенного субподрядчиком много лет назад. Альптикин немедленно осветил инцидент, он старался не быть связанным с компанией. Им нужны гарантии, что подобное событие больше не повторится. Ферид обсуждает этот инцидент, который он узнал, с Альптикином. Мужчина соглашается. Это очень печально, он просит Ферид пересмотреть задание, но остается между ними, тем более, что Серкан об этом не знает. Позже он рассказывает и Айдан. Женщине тоже очень грустно. Альптикин сообщает Серкану, что через некоторое время они отдадут Фериду долю в компании. Эда получает предложение о стипендии от школы в Италии. Эда соглашается, вероятно, это стипендия, которую предоставила его бабушка. Серкан хочет участвовать, но Эда обижается на него, потому что он думает, что вернется к Селин. Они утверждают, Серкан очень расстраивается и заболевает внутри. Айдан звонит Селин и сейфи Эде. Эда остается с Серканом. Мужчина ерзает, она просит его не уходить или чтобы она тоже пришла. Эде это нравится, но она расстраивается, когда утром не помнит ни одного из них. Попрощавшись с Айдан, Эда идет к Серкану, ничего не сказав. Эда встречается с Селин и рассказывает о договоре о помолвке и прочем. Пока Селин собирается на репетицию свадьбы, ей звонит Серкан и говорит, что хочет встретиться. Селин уходит, ничего не сказав своей невесте. Пока Эда прощается со своими друзьями и тетей, Серкан наблюдает за ней издалека. Потом перестает ходить к Селину, останавливает такси Эды, признается ему в любви и целует. Селин дает Серкану последний шанс. Селин и Ферит приходят в компанию и говорят, что через неделю поженятся. До этого они решили отправиться в Италию, чтобы Серкан не мог повлиять на Селин. Серкан тут же составляет брачный контракт. Эда рассказывает Айдан, что случилось, и просит о помощи. Он также советует Эде изменить свой стиль и заставить Селин ревновать. Встречаясь с Этикиным, Серкан просит его купить акции Селина. Он приносит Селин брачный контракт. Каан разговаривает с Феритом и угрожает ему диктофоном в руке. Он продает свои акции компании Фериту. Селин, которая узнает, что сделал Ферит, сначала против, но потом понимает, что это было для нее, и счастливо. Айтикин начал носить на работе кожаную куртку и у него появилась помощница по имени Арзу. Увидев это, Айдан завидует и злится и просит его нанять красивого учителя гончарного дела. Когда Сейфи не может найти такого человека, на этот раз он находит красивого актера и приводит его домой. Поскольку мужчина является лайф-коучем, он поддерживает Айдан. Увидев их, Альптикин очень завидует. И Перил, и Серин постоянно спотыкаются об Ингина. Он предлагает еду Ингину Перилу, но также приглашает Тударий и Серена. Оба злятся на Ингина. Сердито и думая, что Ингин знает, Серин пропускает игру словесного взаимодействия. Ингин понимает, что Серкан, которого он считает своим лучшим другом, что-то скрывает от него и начинает спотыкаться. Потом он вспоминает все старые разговоры и что-то творит в уме и спрашивает Серкана. Серкан, который должен был рассказать Ингину, спорит с Идой, потому что он сказал Серин. Они используют предлог, чтобы дать интервью журналу и не дают им поехать в Италию. Эда сердится на Серин и говорит, что они поженятся с Серканом. Айдан также присоединяется к игре и начинает помогать двум девушкам выбирать свадебные платья. Делая комплименты, Серин, она не особо заботится об Иде. Во время репетиции Эда говорит Серин, что они не говорили о дате свадьбы, что Серкан сбит с толку, что она думает, что обручилась с ним на зло. Эда говорит Серин, что Серкан сказал, что нашла ее идеальной. И Айдан, и Эда пытаются подтолкнуть Серин к Серкану. Услышав, что Эда выходит замуж в компании, Мела приходит домой и рассказывает об этом тете Айфе. Женщина трезвеет и теряет сознание. Эда убеждает женщину, что она не выйдет замуж. Серкан, предложение о работе, принесенное Ферритом, в самом начале встречи компании он очень резко отказывается. Отец также поддерживает его. Эда рассказывает Серкану о смерти ее родителей в горном доме. Эда думает, что ей следует свести вместе Серкана и Селин, и составляет план. Он вызывает Серкана в свое шале, чтобы поговорить. Потом приходят Феррит и Селин, которых позвала Эда. Они готовятся к интервью журналу. Серкан в очередной раз пытается отговорить Селин от брака. Разговаривая с Серканом и Энгином по телефону, Селин слушает их. Он думает, что его разговоры об Эде касаются его самого. На следующий день, после интервью журналу, Селин говорит Серкану, если есть хотя бы небольшой шанс, что мы будем вместе в будущем, я уйду от Феррита сегодня. Пока Эда слышит об этом дуэте, Серкан тоже его видит. Простит ли Эда Серкана и вернется ли? Эда Елдыс исчезает, доказав свою невиновность. Серкан не может связаться с ним. Когда он находит Эду, исча с помощью мела, он надевает наручники и ведет его в горный дом, чтобы он мог поговорить.